а всем привет с вами снова виктор болит сегодня хотел бы вам рассказать про город каракол и его достопримечательности когда я жил там с 87 года по 93 перед тем как уехать в германию я женился на девушке проживальская на исекуле мы познакомились и потом я переехал с севера на киргизстан в город проживальск тогда он назывался карагол назывался проживальском очень красивый город вообще мне так здорово понравилось там огромные горы там семитысячники там ледники наверху вот эти горные реки овощи фрукты природа солнце 180 дней в году солнечные дни температура очень мягкий климат хороший днем жарко например вечером ночью прохладно хорошо можно выспаться отдохнуть и зима хорошая и как я уже сказал овощи фрукты все все растет прекрасный климат прекрасные ли люди прекрасный городок кстати проживальск он был очень таким и я надеюсь остался прекрасным городком в котором было все что необходимо было для жизни например были достаточно было много у нас маленьких магазинчиков рынке были животные рынок потом простые продуктовые товарные рынки в общем можно было все что хочешь купить как в магазинах так и на рынках все это было открыто не запрещено еще в те советские времена но уже правда начиналась перестройка и уже многие люди продавали вещи китайские с китая возили из других в основном с китая да мы тоже торговали там товарами с китая это был такой первый начало первого такого перестроечного бизнеса с машины продавали очень хорошие заработки были подработка классная была всю неделю работаешь я работал главным инженером правления котельного хозяйства там проживальским работал на многих других предприятиях и работал в туризме последнее время мы занимались обслуживанием американских и различных туристов богатых которые приживали приезжали в проживальск чтобы поохотиться на горных козлов в общем было очень очень интересно много различных организаций я со швейной фабрика сотрудничал для них делал изготавливал продукцию этикетки различные я сам как художник был у меня там дома и мастерская была и картинами занимался помимо работы да от очень очень много всего интересного было с художниками с местными поддерживал всегда связь у них постоянно было в этих мастерских очень короче классно было я вам просто честно говорю тогда я конечно и молодой был и было прекрасные такие времена очень много было натуральных продуктов на базар пример натуральный мед у нас у самих пасека было мы тоже занимались потом ароматические различные мыло люди делали из натуральных продуктов каракол был очень отличный город для про город для прогулок потому что очень много было сделано для туристов как я говорю на каждом углу можно было что-то поесть причем свежая горячая на улице да очень за маленькие деньги да все это было очень доступно и прекрасно и хорошо и недорого продавцы были очень приятные я многих знал лично потому что весь городок был небольшой всех знал со всеми общался так как я за эти шесть лет проработал где-то в шести в семи организациях каждый раз менял организации различные до в одном месте работал то в другом и таким образом познакомился со всеми многими местными людьми как простыми людьми так и начальством города значит что можно рассказать про большой базар мы туда постоянно ходили закупаться там огромнейший базар действительно огромная территория там многонациональные продавцы и киргизы что-то продавали русские дунгане уйгуры узбеки калмыки одежду продавали товары потом сухофрукты орехи жареные бобы закуски различные всякие специи дунганские прочие у нас тоже кстати ресторанчики были очень вкусно готовили и совсем недорого то еще можно было различные сувениры но очень много всего также можно было купить товары из натурального войлока в различных магазинах шелк дерево традиционные предметы быта национальной одежды головные уборы магниты различные работы местных художников как я уже говорил у нас там была большая огромная мастерская художников сейчас я не знаю в центре она есть там или нет я тоже интересовался ходил к ним постоянно там выставки были и у меня дома тоже мастерская было тоже рисовал картины были все такое очень здорово все это нравилось мне в то время тоже кстати много картин я привез и оттуда с киргизии сюда в германию но в германии здесь сложно конечно потому что с искусством здесь нужно имя иметь а так если картины есть даже если классно хорошо рисуешь нужно иметь имя иначе не поднимешься нигде тебя не просто не пригласят на выставке это все надо самому организовывать самому все оплачивать поэтому здесь это намного сложнее там это все было организовано государством и было проще различные магазинчики было были также для альпинистов и катания на лыжах мы тоже катались на санках там снег в горах очень много было всегда вообще классное можно было и на лыжах кататься и сегодня тоже катаются туристы и мы когда в туризме работали уже многие туристы приезжали именно на базу чтобы там покататься на лыжах есть такой малый базар их называется бугу базар и ашлянфу значит этот базарчик тоже в центре каракола находился маленький он сам по себе но очень прекрасное место было можно было опять же тоже зелень купить там различного ашлянфу это такое блюдо классное вкусное и поэтому донганское блюдо салаты манты и другие вкусные блюда это было просто замечательно и самое главное что всегда горячие всегда вот вот только 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 приготовленное это еще в 3 в 5 раз вкуснее чем где-то что-то уже постояла и как я говорю это было очень дешево и доступно я например работа главным инженером у нас доме культуры наверно в центре там возле кинотеатра там сделали потом ресторан такой дунганский и я постоянно на обед туда ходил причем за пару копеек образно говоря можно было очень вкусно поесть и потом когда поешь выходишь из него такой весь мокрый потому что она все такое острое знаете так пробивает аж на там до последней клетки организма ну воскресные скотный рынок так называемый мал базар там в основном конечно в конце недели привозили скот со всех районов со всех аулов и продавали этот скот тоже конечно очень недорого если так посчитать все по стране с другими странами у меня и до сих пор друг живет в бишкеке он говорит на сегодняшний день где-то если у тебя есть там доход 250 300 евро в месяц то можно прекрасно жить весь месяц на эти деньги у нас германии на эти 300 евро не знаю неделю не проживешь да это не считая как это всех таких расход и на на квартиру отопление газ свет и прочие дела до коммунальные расходы здесь если там в киргизии может быть на 300 евро можно пожить прожить то на у нас германии в есть раздорожено 3000 евро нужно проживать до что более-менее нормально как-то чего-то было ну что там на базаре тоже конечно там можно видеть всех всех животных лошади овцы крупный рогатый скот козы ослы любых размеров расцветки потом ну совет такой если хотите прийти на базар и купите что-то получше естественно нужно приходить пораньше потому что животные тоже распродаются очень быстро со сначала забирают самых лучших а потом уже остается такой все больное кроме косое славянский базар есть что тут интересно здесь можно найти все что хочешь драгоценности из прошлого до перестроечные всякие вещи например куча советского кича найти можно электр электроника старше ржавые шестеренки какие-то примусы старые книги и много-много всякие значки фотографии там все что до советского союза где-то у людей было которое уезжали может быть побросали это все там в караколе фрижевальский и потом это люди как другие как-то потихонечку перепродают есть так называемая антиквальная лавка если вы поклонник советских вещей то можно посетить ее найти любую безделушку и всякие значки московских олимпийских хир 1980 года рекламные всякие плакаты часы какие-то странные медали драматические какие-то шляпы а кстати у нас драм театр же был огромный такое не знаю сейчас работает не работает там в центре драматический театр здорово там тоже было пьесы проводились дисты приезжали а со всего советского союза то есть мы тоже любили в драм театр ходить всякие концерты были и прочее мероприятие такие культурные было очень очень интересно не знаю как у вас сейчас это ну тогда было интересно и сувенирный магазин из и куль бренд здесь тоже интересный магазинчик значит что здесь можно найти это индивидуальный какой-то магазинчик такой здесь такие вещи продаются которых в других магазинах и особо так не найдешь всякие войлочные изделия натуральные масла мыло консервы мед и это действительно очень классная вещь и на сегодняшний день это думаю он успешно работает магазинчик сувенирный магазин есть корта можно купить как художественная галерея маленькая удобно расположен с ряда с малым базаром продается огромный ассортимент всяких высококачественных местных товаров ручной работы красивые произведения искусства как я уже говорил картины наверно местные художники там тоже до сих пор продают красочные шелковые шарфы прекрасный hard шердаке сумочки много много другое ну конечно есть проводится туристическая работа большая в караколе а треки из вокруг каракола отличные до сих пор люди занимаются туры музеи достопримечательности но сегодня в основном хотел рассказать про то как я там жил да то есть когда я прилетел туда на аэропорт вышел из самолета и солнце светит прямо в глаза и тепло и светло и классно и горы и в то время через караколы отекли дороги и в них была чистейшая вода можно было просто кружку брать зачерпнуть эту воду и пить том что еще сразу мы приехали у нас и пасеки были классные и сады были и яблоки и персики и сливы и всякая всячина да очень много всего было и хозяйство было свое и животные и куры и свиньи были и корова и молоко свое но жили как в раю я скажу честно данной сыкули у нас дача была ездили каждую в конце недели на дачу отдыхать и сыкули купались в горы ездили но такая прекрасная жизнь была поэтому я с удовольствием вспоминаю про каракол проживать вспоминаю своих моих дорогих друзей все кто меня знает всем большой привет и всем вам большое спасибо что постоянно помогали мне я был человек не каракольский не местный не приживальский местные все мне очень хорошо помогали поэтому я очень много всяких организаций прошел каждое место последующие был лучше предыдущего зарплата хорошая была 24 года я был уже главный инженер управления котельного хозяйства там в центре у вас вот напротив кинотеатра может быть там не осталось по всей сикульской области я ответственный был надо мной стоял только шеф скрипаёв может быть помнит кто его и у меня был свой личный водитель уазик был прекрасные были времена хорошо заходите на следующий ролик я вам расскажу про другие места где я был где я жил и с кем я общался и поэтому дорогие мои друзья спасибо вам еще раз большое за поддержку там в караколе это были мои шесть лет моей жизни активной хорошей классной там у меня родилось два сына и потом в девяносто третьем году переехали в германию и вот жизнь по сегодняшний день продолжается хорошо дорогие пожалуйста подпишитесь под это на мой канал записаться я вам за это буду очень очень благодарен заходите на следующие видео и я вам желаю прежде всего здоровья это самое самое главное и пожалуйста берегите своих родных и близких и друзей всего вам доброго с вами был виктор балет пока пока удачи